Доброе утро всем. У меня тут такой завтрак. Я, если честно, ничего не захотела, поэтому у меня все очень просто. Так, у меня кофеек с сыром и с тремя дольками шоколадки. Да, в моей душе уже Новый Год. Вот. Вчера влог не снимала, потому что было жутко много дел. Я вообще не то, что там монтировать, снимать, я вообще ничего не успевала. Больше всего я не ожидала, что мне будут три часа делать ногти. Я вчера была на маникюре, ну и перед фотосессией. Это мой первый маникюр за два года. Вы понимаете, я два года никому не ходила. Это так было прикольно. Но то, что три часа, это вообще долго. Она забрала у меня столько времени. Я и так ничего не успевала. Тут еще три часа на маникюре просидела, поэтому вчера вот так вот не смогла ничего снять. Так что приятного мне аппетита. Буду пить чай. Ой, у нас перегорела тут лампочка, опять нет света. Все хуже и хуже. Две перегорело, две горит. Надо поменять, добавить надо лампочки. Ой, у меня по плану сегодня, ну я сейчас выложу мясо на ужин, сварить компотик вечером, показать вам все сумки. Меня попросили. И я загорелась от ним видео, прям хочу его снять. Я одна, разговорная. Оно мне прям вот, я не знаю, мне прям быстрее хочется его снять. Но мне сейчас нужно ехать к маме. Хочется с ней посидеть, поболтать. Вот. Так что через 20 минут выезжаю к маме. А еще плюс, у меня фотосессия в воскресенье, сегодня пятница. Надо потихоньку инвентарь в машину переносить. Потому что там такой инвентарь, вы бы знали. От садок до пончиков вообще. Так, я мясо выложила, мусор собрала. У меня, я пока вам не могу рассказать, но у меня вообще, вот вчера полностью чем был забит день. Я просто целый день была возле компьютера. Мне очень было тяжело. Я вообще ничего не могла делать, кроме этого. Я вчера вообще, по сути, почти нифига не делала. Только сидела за этим компьютером, да. Я занималась тем, что мне нужно. Я вот, знаете, что поняла? Я вот реально начинаю верить в это. Во что-то верить. В какие-то высшие силы, или как это понять. Просто вчера был очень сложный день. И у меня возникло две проблемы, да. Ну, то, что я обучаюсь, это насчет работы, короче, связано с работой. И я вчера даже заплакала, потому что, ну, я понимаю, что выбора работы у нас нет в городе. По моей специальности нет. И когда я вчера вот целый день, да, сидела, учила, сдавала тесты по кое-какой работе, я просто-напросто вчера обревелась вся. При том, что я не плакала уже давно. Я просто обревелась. Я поняла, что, ну, это не мое. Но и бросить я не могу, потому что, блин, мне нужна работа. Я понимаю, что мне нужны деньги, что нельзя вот так вот сидеть. А тут такой шанс, да. Я обревелась и думаю, я не знаю, что делать. Просто не знаю. Я понимаю, что это настолько не мое, что я даже в универе так не учусь, как я вот вчера целый день сидела, еще до этого. И я обревелась вся. И сегодня произошло что-то хорошее. В плане работы мне звонит мама. Ну и, короче, меня даже обрадовала она насчет работы по моей специальности. То, что, типа, меня хотят. И то же самое, смотрите. Вчера тоже произошло. Мы не ругались с Витей, но я, как сказать, я уже начала с ним сама ругаться. Я с ним начала ругаться уже насчет компьютера. Ну, как бы, не знаю, объяснять, не объяснять. Игры вот эти меня вот уже будут здесь. И вчера просто, ну, уже 2 часа ночи, да, или час ночи, час ночи, я говорю, Витя, ты полтора часа назад сказал, что выключишь, как бы, там, тут я рядом. Не знаю, я жду. И, получается, я уже начала, ну, он начал как-то грубо разговаривать из-за того, что там, видите ли, у него все важно, работа, с кем-то он там общается. И, то есть, человек вообще меня не понимает. Я ему говорю, ты играешь очень много. Говорю, ты пришел в 6 вечера с работы, и все, что ты делаешь, ты играешь до часу ночи. Как бы, это ненормально. И меня это взбесило, потому что я целый день что-то делаю, да, и мне хочется тепла. И что вы думаете? Сегодня его в игре заблокировали на 3 дня, понимаете? То есть, как играет вот это вот, из-за круговорот этот. Ну, то есть, он не хотел ради меня выключать. Играл, играл, играл. А его сегодня заблокировали на 3 дня. Так что, во что-то я верю. Мне позвонила мама, она с работы, она тут рядом работает, временно, из-за коронавируса. Не ездит далеко за город. Она идет ко мне, от меня уже поедем к ней домой. Так что, я сейчас быстренько заправляю постельку, немножко внешне убираюсь. Все-таки мама идет. От моего зеркала осталось почти ничего. Видя, вчера из химчистки свою куртку забрал. Мою, кстати, тоже надо сдать. Так. Все, жду маму, яду к ней. Я тут быстренько разобрала ванну и все вещи по шкафчикам. Поставила красоту. Кстати, у меня сегодня еще по плану, вот бы не забыть, все полотенца надо постирать уже. Пока не буду заводить, а то что она без меня тут будет, да? Лежать там. Я уже почистила машину, уже ее завела, а мамы все еще нет. Надо позвонить, наверное. Я тут у мамы бариста всегда. Кофе, машину все загружаю. Вставляю. Все перепроверяю. И наливаю профилат. Посмотрите, у меня мама вчера готовила сырники и угощает меня. Они были настолько вкусные, что дети все съели, и нам осталось по одной штучке. Такая вкусняшка теперь у мамы. Будем кушать. Все, я уезжаю от мамы. Видите, кстати, в другом городе, не знаю, когда приедет. Говорит, на трассе вообще ужас. Снег очень сильный, метель, так скажем. И он, когда доехал до точки назначения, у него весь бампер, фары все во льду. То есть просто от того, что ты едешь сотку, да, например. И вот этот снег в тебя, метель, он весь во льду. Просто вся машина во льду, вообще колец. И вообще, я помыла же машину перед зимой. Думала, все, снег. Ага, мне еще раз ее придется мыть. Мои хорошие, наконец-то я отсняла долгожданное видео, которое я давно хотела снять. И сейчас сажусь за его монтаж. Шпакадомир в садике у нас почти 3 часа дня. Поэтому хочу успеть. Я, конечно, поставила стирку с полотенцами, не забыла. Сейчас, как только все отмонтирую, пойду сварю компотик. Все-таки витаминчики. И буду выполнять все по плану, что себе сегодня поставила. Вот, у меня было по плану снять видео, потому что я так давно хотела. Я уже хочу посмотреть результат, монтаж. Так что, наверное, это надолго. Потому что хочу как-то качественнее, получше смонтировать. Чтобы проникнуться этим когда-то, в будущем, когда я буду смотреть это видео. Представляете, какая радость. Проблемы с интернетом. У Северсвязь какие-то там проблемы на линии. Интернета нет. Замечательно. Хорошо, что хоть на ноутбук можно раздать Wi-Fi. Это хотя бы радует. Я хотя бы, хоть и долго, но как-то смогу выстоять видео, наверное. Во-первых, мне для монтажа тоже интернет нужен. Мне нужно там кое-что поскачивать. А-а-а, так все вовремя. В итоге монтировала я полтора часа. У меня много запросов снять видео со своих сумок, да, гардероба. Гардероб это вообще сложно. Еще плюс сейчас выходные, получается, завтра, послезавтра. На выходных я точно не смогу снять. Поэтому, наверное, на понедельник это оставим. Чтобы дома никого не было. Я лампочку прикручу. Чтобы при хорошем свете вам засниму тогда. Какая у меня есть одежда на выход. Просто немножко, подождите. У меня еще столько дел. Вот, поэтому. Попозже обязательно сниму. Сейчас выводится видео. О! Все это время, пока я монтировала, у нас не было интернета. И я думала, когда он появится, чтобы выставить. Думала уже через ноутбук выставлять. Через телефон на ноутбук раздать Wi-Fi и выставлять. Он только что интернет заработал. И Витя только что приехал. Я тебя сильно люблю. Я сильно тебя люблю. Мы друзья? Друзья! Сейчас не на камеру, только говорит, мама, я тебя сильно люблю. Мы друзья. Мы уже дома. Я поставила воду на компотик. И сейчас буду готовить котлетки с пюрешкой. Я обнаружила, что нет лука. Какие котлеты без лука? Поэтому я еду в магазин срочно. Мои хорошие. Вышло видео. Я вам оставлю на него ссылочку. Может быть, вы уже его посмотрели. О моей любимой музыке, которая не забывается никогда. Которую я очень люблю. Мама посмотрела. Она в шоке. Она так рада. Она говорит, это вообще замечательное просто видео. И на память. И даже поплакать. Я не знаю. Особенно Кавабанга Депо. И знаете, мне мама позвонила и сказала, я забыла. Мама тоже Рамштайн любила в молодости. То есть, тоже у нас, как сказать, схожи вкусы. Но она говорит, я никогда перевод как бы не знала. И она говорит, мне очень понравился перевод двух последних композиций. Ну, правда. Если вам интересно, посмотрите видео. Оставлю ссылочку. Обидно, конечно, что не успев его выставить, уже кто-то налепил мне дизлайк. Не успела выставить видео уже один дизлайк. Но ничего, лайков уже будет больше, правда. Так, я дома. У меня здесь малина. Это клюква и яблочко. Оно, знаете, как я в другом боте, как довожу до кипения. Как только закипело, закидываю все фрукты и через минут пять выключаю. То есть, сильно я их не варю. Так, лук я буду резать вот такой штуки, чтобы не прослезиться и чтобы было намного мельче. Так, вот у меня фарш. Там у меня лук, фарш, соль, перец и яйцо. В муке потом обволакиваю вам туда. Блин, одну котлетку забыла в муке обвалять. Ну ладно, думаю, ничего страшного. Так что начинаю жарить. Тут у меня картошка на пирожку. Ну, конечно, лепить котлеты с ногтями, это жесть. Это полная жесть. Под ногтями все остается. Еле отмываюсь. Так, мы садимся кушать. Вот у нас котлетки, вот у нас пирожка. Всем приятного аппетита! Так, мои хорошие, сейчас я буду вам показывать сумки свои. У меня просили. Первая моя самая любимая и самая шикарная сумочка. Я ее купила себе в девятом классе. Она вот так вот расстегивается, получается, без замочков. И, в принципе, в ней очень много места. Конечно, вам ничего не видно, но там достаточно места. Есть мелкие карманы. Эту сумку я купила себе в девятом классе на деньги, которые я экономила на обедах. Я сама копила. На тот момент она стоила примерно две тысячи рублей. И вот такая вот она красотка. розового цвета. Единственное, я ее уже один раз ремонтировала. Вот эти вот ручки. Потому что они порвались. Порвались, потому что я испортила эту сумку, нося ее зимой. Ее можно носить только летом, либо же осенью, весной. Вот такая красотка. Следующая сумка вот такая вот белая, летняя. Ей примерно год. Минус такой сумки в том, что она на лето, и она с белой превратилась в серую. Вот. В ней как бы два отделения на замочках. Покупала я ее в каре. Ну, мне она понравилась с первого взгляда. И для летней сумки это просто идеально. Но, конечно, вот то, что она грязная. Да и почистить, мне кажется, можно пималюксом. Такая вот красоточка. Третья сумочка тоже летняя, зеленая вот такая. Она на цепи. И она мягкая, неустойчивая. Вот получается у нее там внутренность, кармашек. Вот такая вот. Ей, ну, примерно 4 года. Тоже после 9 класса я ее приобрела. Ой, смотрите, рубль нашла. Четвертая сумочка вот такая вот оранжевая. Ей примерно года 2. Она мне очень нравится. Красивая летняя сумка. Тоже с одним маленьким отделением. Оранжевая на лето. Вообще красотка моя. Также у меня есть один вот такой вот клатч. Внутри он нежно-розовый. И мне его некуда носить. Такой красивенький. Вот так с ним ходить. Очень красивый. Больших сумок у меня 2. Вот такая вот черная. Я с ней тоже в колледж ходила. Большая. Морякей. Она не испортилась ничуть. И как бы, ну, большие сумки нужны всегда. Поэтому она очень красивенькая. И выглядит как новая. Внутри она вот такая. Я ее очень люблю. Вот это вот более зимний вариант. Вот. И последняя сумка, с которой я хожу сейчас, тоже из кари. Вот такая вот бежевая, объемная. В нее много чего помещается. Вообще. Она мне нравится. Она мне тоже много лет. Года 2-3. Я в ванной. Что-то у меня тут красное пятно. Странно. Ой, самое сложное сейчас с этими когтищами. Снимать линзы. Так что я сейчас буду снимать линзы, снимать тушь, умываться. А потом вернусь к вам. Ох. Тоник. Мой любимый тоник. Завтра. Витя на работу к 10 утра. А мы с Домирчиком целый день дома. Ой, компотик и сверила. Ужин. Приготовила. Мы поужинали. Полотенце постирала. Видео сняла, выставила. Осталось только, да, инвентарь на фотосессию. Завтра буду готовить тогда. И переносить в машину. И еще раз с фотографом спешусь. Все скину. Мне уже не верится в воскресенье фотосессия. Это так прекрасно. Жду, не дождусь. Так. Кремушка. Ой. Кремушек. Я так хочу спать. Очень сильно хочу спать. Сколько у нас времени-то, даже не помню. Часов полвосьмого. Еще надо до мира покупать. Почистить зубки. Зато тут я пока сама, сама себя чищу. Надо до мира покупать. Почистить зубки. Смотрю для вас видео, влог. Сегодня же хочу, чтобы завтра ничего не оставлять. А то столько дел будет. Ой. Так что все, мои сладкие. Спасибо всем, кто был со мной сегодня. И всем пока-пока. Увидимся скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok